всем привет сегодня я хотел поподробнее рассказать о приложении для настройки контроллера neycon revolution pro некоторые вещи данном приложении выполнены не очень очевидно поэтому при его использовании возникает множество вопросов поэтому я собственно и решил снять обзор данного приложения приложение версии 1.51 значит для его запуска нужно подключить контроллер к свободному usb входу запускаем приложение сначала становимся на общих настройках значит на общих настройках мы можем настроить вибрацию джойстиком значит можно отдельно вибрацию настроить для левой части можно отдельно настроить вибрацию для правой также вот также на этом экране настроек мы можем отрегулировать подсветку вот это я так понимаю яркость подсветки но она к сожалению данной версии приложения не регулируется почему-то хотя ползунок вроде есть в общем очень странно видимо какой-то глюк также можно отрегулировать пульсацию пульсация имеется ввиду пульсация подсветки правого джойстиком значит она может быть выключена может быть медленный может быть средний может быть быстрый в общем когда есть какая-то пульсация джойстик выглядит эффектнее здесь можно соответственно сохранить но и самое главное на этом экране это конечно можно проверить наличие обновления прошивки кнопочку как видим у нас снова последняя версия прошивки 1.48 далее значит дан на данном джойстике можно настроить 4 профиля соответственно слева мы видим 4 вкладки профиль 1 профиль 2 профиль 3 профиль 4 и соответственно если мы хотим какой-то профиль отредактировать поменять соответственно мы должны выбрать соответствующий профиль например профиль 2 и полностью произвести настройку соответствующего профиля что здесь какие экраны мы видим значит здесь у нас профили контроллера здесь мы можем посмотреть какие на данный момент у нас профили установлены на джойстике далее здесь мои профили здесь указаны профили которые сохранены на вашем компьютере которые можете активировать кроме того мы можем загрузить профили сервера фирмы значит вот такие имеются у нас профили соответственно если вы загружаете они появляются вот в этом в этой тоже папочки здесь уже у нас указаны профили которые мы загрузили и сохранили на свой компьютер то есть они сохранили на компьютере и соответственно вы их тоже можете активировать отсюда вот кроме того на сайте фирмы на икон есть дополнительные профили которые были созданы пользователями другими пользователями давайте посмотрим этот сайт фирмы на икон значит здесь 1 раздел профили и соответственно вот наш джойстик revolution про контроль и здесь вот у нас перечислены вот все эти профили как видим для различных игр они на данный момент 6 страниц различных профилей чтобы загрузить профиль мы соответственно нажимаем на кнопочку загрузить и потом загруженный файл необходимо будет закинуть в папку куда у вас было установлено приложение по умолчанию если вы устанавливаете приложение то путь к этой папке будет вот такой вот как здесь вот указан соответственно сохраняйте профиль и закидывайте в эту папочку посмотрим и как только вы закинете в эту папку то не появится у вас вот в этой вот в этом вот разделе мои профили откуда вы их уже можете активировать соответственно я допустим хочу что второй профиль у меня был тайтан фолл выбираем тайтан фолл и все вот смотрим он здесь вот у нас отобразился значит он у нас загрузил загрузился во второй профиль здесь мы уже можем его отдельно отредактировать если нас что-то не устраивает вот но обратите внимание то есть вы загрузили профиль здесь он отобразился но это еще не значит что он у нас загружен сам джойстик чтобы профили полностью загрузились джойстики все четыре профиля необходимо нажать кнопку активировать профили только после этого осуществляется заливка профилей в сам джойстик а до этого момента они соответственно просто присутствуют вот на этих вкладках вы их можете полностью редактировать сохранять но джойстик они автоматически не закидываются они туда закидываются только после того как вы нажмете на кнопку активировать профиль итак давайте посмотрим что можно здесь у нас отредактировать значит у нас четыре вкладки имеется правый джойстик значит на правом джойстике вы можете отредактировать мертвую зону или как тут переведена статическая зона нечувствительности в данном случае она у нас указана в размере двух единиц как говорят сами производители у dualshock 4 данная зона составляет пятерку вот такая зона соответственно можно ее увеличить если мы не сделаем допустим вот такой вот получается вот даже если чуть-чуть вы будете отклонять джойстик регистрация движения не будет регистрироваться пока вы не отклоните как можно дальше пока вы не покинете вот эту зону вот вообще для большей чувствительности можно конечно радиус лучше установить поменьше можно конечно полностью ноль сделать но тогда возможно у вас случайные могут регистрироваться нажатия поэтому лучше наверно остановиться на двоечке здесь как я говорил в обзоре джойстика у нас имеется три зоны медленные движения средние быстрые которые соответственно можно регулировать таким вот такими вот ползунками значит в данном случае установлено 60 30 10 то есть паре небольших движениях в центре джойстика то есть если вы не сильно будете отклонять соответственно курсор также будет перемещаться очень медленно и наоборот если вы джойстик правый будете отодвигать вот ближе к краю то движение курсора будут очень резкие быстро и значит это вот данная настройка удобно для прицеливания точного если же вы хотите наоборот чтоб у вас джойстик мгновенно реагировал и резко двигался тогда вот этот вот показатель лучше уменьшить вот но здесь вам надо поиграться с настройками посмотреть как вам удобнее будет поэтому вот полностью плюс этого приложения что правый джойстик у нас полностью настраивается значит не забывайте сохранять соответственно ваши настройки что выходим с этого экрана и дальше смотрим у нас триггеры значит триггеры у нас по умолчанию вот такая у них настройки имеется я в обзоре забыл про меня про них рассказать что они также полностью настраиваемый значит здесь можно настроить таким вот образом в данном случае полное нажатие у нас будет регистрироваться когда у вас курок будет нажат только наполовину то есть получается что допустим если правый джойстик вы таким образом настроите то обычно на правый точнее правый курок то если таким образом настроить то вы будете нажимать правый курок лишь до половины и у вас будет регистрироваться как полное нажатие что в общем то приведет более быстрой стрельбе если у вас на правый триггер навешана стрельба как обычно у нас имеется в шутерах также можно зону не чувствительности настроить но лучше наверно ставить на нуле чтоб сразу же при малейшем нажатию вас регистрировала регистрировалась нажатие вот таким образом значит соответственно здесь тоже не забываем все сохранить выходим вкладка маппинг заходим маппинг значит здесь полностью можно поменять кнопочки перенавесить кнопочки либо на дополнительные м2 м1 м2 м3 м4 либо поменять друг с другом как это осуществляется вот здесь вот это выполнено не очень очевидно я сразу тоже как бы не понял думал здесь надо что-то вот перетаскивать однако нет значит если вы хотите что-то поменять соответственно кликайте допустим на r2 и если вы хотите чтоб кнопочка r2 у нас ответственного кнопочки кнопочки крестика необходимо нажать крестик на самом джойстике который у вас подключен компьютер вот таким образом и соответственно все остальные кнопочки точно также то есть нажимать необходимо на самом джойстике они в этих вот тут также не забываем нажимать кнопочку сохранить здесь также имеется у нас значит кнопочки включение shortcuts это имеется виду дополнительные кнопки включения их выключения если вы их выключите то соответственно вы их настроить не сможете и соответственно можно настроить макросы макросы это длинные команды которые можно комбинации различных кнопок навесить на одну кнопочку значит макросах давайте поговорим в другой вкладке здесь не забываем сохранить ходим и вот собственно кнопочка макросы папочка макрос заходим сюда макросы каким образом осуществляется настройка макросов значит у нас имеется макрос 1 2 3 4 который соответствует кнопочкам м1 м2 м3 м4 значит нажимаем кнопочку изменить и соответственно здесь давайте удалим здесь можем набрать комбинации которое нам необходимо здесь опять же необходимо нажимать кнопочки непосредственно на самом джойстике который у вас подключен компьютеру например мы хотим один нажмем вот здесь можно настроить чтоб на кнопочки нажимались какой-то последовательности значит вот допустим l1 можно выбрать интервал через который будет нажиматься другая кнопка точнее не нажиматься эмулироваться нажатие другой кнопки можно интервал сделать нулевой можно короткий средний длинный и экстрадлинный начну давайте например короткий выберем и соответственно потом нажимаем добавить и соответственно уже следующую кнопочку нажимаем которую мы хотим эмулировать нажатие допустим ради и соответственно нажимаем добавить тут у нас будет короткий интервал вот допустим еще добавим кнопочку x весь интервал укажем допустим длинный добавить вот такая у нас получается комбинация то есть последовательное нажатие кнопок l1 r1 и x причем между l1 и r1 у нас имеется короткий интервал а между r1 и x длинный интервал такую комбинацию можно навесить на одно нажатие кнопки любой дополнительной м1 м2 м3 либо м4 кроме того здесь у нас имеется комбинация из одной кнопки то есть l1 и r1 можно сделать так что будет эмулироваться нажать сразу нескольких кнопок для этого например нажимаем l1 значит потом нажимаем плюсик вот и добавляем допустим r1 вот в данном случае будет регистрироваться нажатие одновременно двух кнопок l1 и r1 и потом допустим соответственно мы выбираем интервал какой-то нужен короткий например добавляем и допустим добавляем l2 плюс допустим нолик вот тоже интервал выбираем допустим длинный добавляем в данном случае у нас комбинация будет непоследовательное нажатие кнопок l1 r1 l2 r2 и 0 а комбинации сначала у вас одновременно нажимается l1 r1 и потом через длинный промежуток времени одновременно у вас нажимается l2 r2 и 0 и таким образом значит соответственно нажимаем тут сохранить вот у нас macros 1 вот такая комбинация соответственно чтоб ее присвоить кнопочки здесь вот мы видим кнопочки m1 как раз вот выбрана вот эта комбинация теперь которую мы изменили таким вот образом осуществляется настройка макросов опять же не забываем сохранить вот так же здесь можете соответственно полностью создать свой профиль соответственно вы выбираете какой профиль хотите редактировать например профиль 1 здесь нажимаете кнопочку новый соответственно здесь можете отредактировать название профиля и произвести полностью его настройку здесь также вот указан нас быстрые настройки то есть можно задние кнопки включить выключить подсветку макрос и вибрацию вот то есть полностью можете создать новый профиль и соответственно здесь перед тем как заливать профили уже на джойстик полностью можете проверить как у вас они настроены зайти во все пункты меню и когда уже полностью удостоверились что все вас устраивает тогда после этого нажимаем кнопочку активировать профиль соответственно после этой кнопки на нажатии у нас вот эти все профили которые нами были настроены загружаются вот в общем то наверно все что я хотел сказать по настройке данного приложения я уже говорил некоторые вещи в данном приложении не очень очевидны надеюсь разработчики выпустят новые версии которые поправят ее недостатки как мы видим тут еще и какие-то проблемы с отображением кнопочек двоятся вот такое вот приложение конечно плюс этого приложения это возможность полностью настроить джойстик от себя спасибо за внимание